Наступление зимы не только красивое, но и опасное время. На дорогах появляется наледь и гололед. Риск поскользнуться и получить травму возрастает. Такая неприятность случилась с Алиной Аникиной. Два года назад она поскользнулась на льду и получила травму. Тут в целом путь к остановке, он под склоном находится и скользкий всегда. Я хороший сонбук, вообще не учусь на программиста. И самое опасное – это падать и упасть на ноутбук. Но вот это случилось. Я упала и ударилась головой. Алина решила сразу обратиться к врачу. Оказалось, у нее сотрясение мозга. К счастью, не сильное. Девушки прописали покой в течение нескольких дней. Алина сделала вывод и теперь зимой крепят к обуви специальные резиновые скороходы. Специалисты рассказывают, самые частые травмы во время гололеда – ушибы и растяжения. Случаются и сотрясения мозга. Чтобы минимизировать возможность падения, стоит выбирать на зиму обувь с протекторной подошвой, либо надевать антигололедные накладки. Также в плохую погоду лучше выйти заранее, чтобы не спешить и избегать мест с образованием наледи. А пожилым людям использовать дополнительные средства опоры. А если потерял равновесие – сгруппироваться. В случае падения первым делом необходимо оценить ситуацию наличия опасности. Потому что если вы упали на дорожной части, то первым делом необходимо покинуть проезжую часть. Если же вы упали на тротуаре, опасности нет. Необходимо оценить свое состояние. Если вы почувствовали, то при движении возникает выжженный болевой синдром. Или же движение совершить невозможно. То тогда необходимо позвать на помощь для того, чтобы вам вызвали скорую медицинскую помощь. Если же прохожих нет, то необходимо самому вызвать скорую медицинскую помощь, а после этого уже занять какое-то удобное положение, ожидать скорой помощи. В случае получения травмы не стоит заниматься самолечением. С виду безобидные ушибы могут оказаться серьезными травмами. Полина Чулякова, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok